Здравствуйте! В эфире КРТВ. Новости в студии Анастасии Евставхева. В этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования в связи с терактами в Бельгии. Глава региона подчеркнул, что Россия всегда призывала совместными усилиями бороться с терроризмом. Цитата. Трагические новости из Брюсселя. Снова крупный теракт в самом центре Европы. Много погибших и раненых. Соболезную. Россия много раз призывала бороться с террором вместе. К сожалению, эти призывы не всегда хотят слышать, написал Воробьев в своем инстаграм. Уже этой весной должны начаться тестовые испытания первого участка легкого метро в Подмосковье. Систему назвали «Стрела». Пробную ветку прокладывают в Ильинскомусово для будущего большого микрорайона. Застройщики так спешат, что порой нарушают правила. Прокуратура и Госадмотехнадзор зафиксировали несколько нарушений. Были они ликвидированы или нет, выясняла наша съемочная группа. Восьмикилометровую ветку будущего оригинального транспорта строят стахановскими темпами. Уже сейчас на месте пускового участка легкого метро смонтировано 24 опоры путевой структуры и 10 балок. Параллельно в Ильинскомусово возводят депо и трансформаторную тяговую подстанцию. Все для того, чтобы жители будущего микрорайона смогли доехать до метро. Тянут ветку в Микинино. Данный объект строительства линии воздушного метро осуществляет организация Мортон РСО практически с конца прошлого года. Как только начались работы, наши инспектора в рамках надзорной деятельности выехали на данный объект, где зафиксировали ряд нарушений, по которым были составлены административные материалы. В части того, что застройщик вышел на объект строительства, не имея достаточных разрешений. Разрешение на стройку сегодня Мортон получил, говорят в Госадмотехнадзоре. А вот на проведение земляных работ документы пока так и не оформлены. По крайней мере, в надзорные органы они не предоставлены до сих пор. За такое опережение сроков строительства, которое нарушило закон, были выписаны штрафы на 245 тысяч рублей. В связи с большим резонансом от жителей, поскольку жители очень много обращаются во все инстанции, поскольку прокуратура отстаивает права неограниченного круга лиц, поэтому потребовалось вмешательство в том числе и прокуратуры. Проведенной проверкой, а также полученными объяснениями от должностных лиц данной организации, именно Мортон, Персо, было установлено, что они обращались в администрацию Ильининского сельского поселения для получения соответствующего разрешения. Однако, ввиду несоблюдения административного регламента на получение данной административной услуги, муниципальной услуги, им было отказано. Отказ признан обоснованным. Мы продолжаем отслеживать данный вопрос, мониторить ситуацию, и у органов прокуратуры есть целый набор средств для пресечения нарушений. Большую стройку на днях проверял и госстроенадзор Московской области. Однако нарушений каких-либо не выявил. Строительство идет с опережением графика, сообщил начальник ведомства Руслан Тагиев. По его словам, первый тестовый участок транспортной системы протяженностью около одного километра депо и первую станцию планируется ввести в эксплуатацию в июле 2016 года. Летом начнутся тестовые испытания системы и ее сертификация. По завершении строительства комплекса «Стрела», согласно проекту, новый транспорт сможет перевозить из Ильинского в Микинино до 10 тысяч человек в час в одном направлении. Поезда будут ходить с интервалом в три минуты. Анастасия Евставьева, Евгений Болков, Марьяна Быстрова, КРТВ. Новые сроки ввода в эксплуатацию детского сада номер 33 в Губайлово назвали в госстроенадзоре Московской области. Ввод объекта планируется в мае, сообщил начальник ведомства Руслан Тагиев. Реконструкция детского сада на 180 мест ведется на улице Большая Комсомольская, 13 в Красногорске. Заказчик администрации Красногорского района – генподрядчик Главстроймонтаж. В настоящее время на объекте общей площадью свыше 4000 квадратных метров ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей и отделка помещений. При наступлении положительных температур будут завершены работы по обустройству детских площадок и озеленению территории. В очередной раз генподрядчику рекомендовано увеличить число рабочих для завершения всех работ в установленные сроки. Напомню, изначально планировалось, что здание будет готово в конце прошлого года, однако генподрядчик задержал сдачу и еще в феврале обещал выполнить проект к 10 марта, однако сроки были сорваны. Тему строительства продолжим в обзоре Красногорской благосферы. Нахабинцы взвешивают «за» и «против». В социальной сети провели опрос, а нужна ли такая большая эстакада через железнодорожный переезд. В частности, пользователи сети предлагают уменьшить количество запроектированных полос движения с 4 до 2. Противники нынешнего проекта аргументируют это тем, что город будет разрезан надвое, экологическая ситуация ухудшится. Защитники эстакады говорят, что и сейчас пробки портят воздух в Нахабино. Кроме того, по их мнению, путепровод в предложенном виде решает проблему не только переезда, но и регулярного транспортного коллапса. 64% респондентов поддержали имеющиеся проект эстакады. «Было и стало». Наглядную фотографию сегодня разместил глава района Михаил Сапунов в своем аккаунте. Заделать дыру в асфальте, которая зияла долгое время в городском поселении, смогли только после его личного вмешательства. Был сделан ямочный ремонт участка дороги на улице Институтская возле домов 1А и 1Б. Иногда приходится в ручном режиме работать с обращениями граждан, подытожил Сапунов. Красивые фотографии и великолепные видео, сделанные за час, пополняют интернет-пространство. По итогам экологической акции 19 марта всем неравнодушным в судьбе планеты было предложено отказаться на 60 минут от электричества. На многих странах, в том числе Россию, акцию поддержали. Правда, в связи с ростовской авиакатастрофой в Москве и Санкт-Петербурге и некоторых других российских городах программу внесли коррективы. Чат земли в России начался с минуты молчания. Московская область также приняла участие в ежегодной международной акции «Дом правительства». Московская область, расположенная в Красногорске, на час был отключен от электропитания. Еще ряд городов подключились к марафону часа земли. Под девизом «Здоровые зубы, здоровый организм» 22 марта объявлен в России днем «Здоровье полостертак». Мероприятием, приуроченным к этому дню, впервые присоединились и 14 городов Московской области, а организатором акции обучающих занятий выступила Московская областная ассоциация стоматологов и челюстно-лицевых хирургов. Врачи Красногорской стоматологической поликлиники имени Смуровой сегодня встретились с малышами из 39-го детского сада. С врачами-стоматологами каждый из ребят старшей группы, конечно, уже встречался в поликлинике. А сегодня они сами пришли в детский сад, чтобы рассказать мальчишкам и девчонкам, как правильно заботиться о зубках и деснах, чтобы сохранить красивую улыбку на долгие годы. «В мире 97% населения страдают заболеваниями полосерта, из них 80% населения детей страдает. И мы занимаемся и сегодня будем заниматься именно профилактикой заболеваний зубочелесной системы. Дети – это первичное звено, которых мы хотим обучить». Дети лучше всего усваивают материал играючи, поэтому занятие получилось полезным и нескучным. Ребятам предложили отгадать, какая еда полезна для зубов, а какая принесет только вред. И рассказали, как узнать, когда пора менять зубную щетку. Малыши теперь подкованы отлично и даже знают самое важное – чистить зубы по определенной технологии и отводить на процедуру достаточное количество времени. «Нам говорили, что надо чистить зубы два раза в день, утром и вечером. А после еды их полоскать надо водой. Можно обычный, а можно специальный эликсир, печеный водой». Каждый из воспитанников получил полезные знания, которые обязательно пригодятся в дальнейшей жизни. А чтобы настроение праздника, чистоты и здоровья сохранилось надолго, каждому малышу вручили приятные подарки и диплом зубного защитника. Глядя на него, ребята не забудут вовремя почистить зубы. Валентина Титова, Никита Рощин, Вячеслав Блажев, КФТВ. Число бедных в России в прошлом году выросло сразу на 3 миллиона человек, до 19 миллионов. Это максимальный показатель за последние 9 лет, сообщила сегодня Федеральная служба государственной статистики. Выше, чем в 2015 уровень бедности был в 2006 году. Наиболее благополучными были 2012 и 2013. Росстат уточняет при этом, что информация об уровне бедности за 2015 год дается без учета данных по республике Крым и Севастополю. Также статистическое ведомство приводит данные, согласно которым в целом за минувший год доходы россиян снизились на 4% в реальном выражении. Газета «Известия» сегодня в очередной раз опубликовала рейтинг эффективности губернаторов России. Социально-экономическая ситуация продолжает оказывать влияние на позиции глав субъектов, говорят в издании. На первом месте губернатор Тюменской области Якушев, обошедший почти несменяемого лидера Кобылкина, главу Ямал-Ненецкого автономного округа. Мэр Москвы Собянин занимает десятую строчку, замыкая первую десятку. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отстает от столичного городоначальника на 12 очков и занимает 24-25 место вместе с Гордеевым, главой Воронежской области. Они замыкают список из 25 наиболее эффективных губернаторов страны. Воробьев остался на прежнем месте. Марафон 18-й театральной весны в этом году завершила стыническая версия пьесы Островского «Беспреданница» в исполнении артистов Народного театра «Зеркало». Режиссер Елена Семенова назвала постановку нетленной классики «Мистификация», когда на первый план выходит суть трагедии, а бытовые подробности спрятаны. Валентина Титова посмотрела современную «Беспреданницу». Пьеса «Беспреданница» драматург Александр Островский написал почти 140 лет назад. И теперь это произведение, что называется «Вне времени». О чем оно? Конечно, о любви. Вечная тема, которая никогда не выйдет из моды, по мнению режиссера Народного театра «Зеркало» Елены Семеновой, благодатная почва для обширной исследовательской работы. На самом деле, просто еще классика. Классика – это вечно живая, потому что вечная. И на самом деле, это не реконструкция быта и нравов каких-то запыленных веков, да? А это очень живое, причем, проходя через эпохи, каждая эпоха накладывает на свой отпечаток, на классическое произведение, и он набирает смысл. Впрочем, кто сказал, что классическое произведение должно быть поставлено по всем канонам? В своей сценической версии режиссер предлагает зрителям не только поразмышлять над сюжетом, но и разгадать некую тайну. Язык мистификации выбран совсем не случайно. «Бытовые подробности спрятаны, время, пространство, внешняя жизнь переведена в условность. А внутренний мир, суть, попытались вытащить на первый план, суть, все внешнее спрятать. Ну, там уже как получилось. И опять спектакль, вот он рождается тогда, когда происходит перед зрителем тайна». В спектакле Народного театра появились новые герои, которых нет в оригинале пьесы. Например, «Девочка-судьба», которая везде сопровождает Ларису Агудалову. «Я Ларису всегда оберегаю, и я всегда за нее страдаю. Ну, я не знаю, чем мне она не нравится, мне всем нравится. Ну, мне не нравится тем, что я отвечаю за много реквизита. Вот. И остальные все разбрасывают, весь реквизит, а мне нужно его собирать». А в остальном все как у Островского. Беспреданница Лариса собирается замуж за бедного чиновника Карандышева, когда в их город на Волге приезжает ее давняя любовь Паратов. «Хорошие люди. Хорошие и благородные. А кто же эти самые благородные люди? Уж не Сергей, не Сергеевич Паратов. Я прошу вас, о нем мы говорить не будем. А почему? Почему не о нем? А вы его не знаете. А если бы и знали, так не вам его судить. О людях судят по поступкам. А разве он хорошо поступил с вами? Трагедию любви на берегу Волги актеры театра «Зеркало» играли впервые. Исполнительница главной женской роли Ксения Цуркан говорит, что характер и поступки ее героини ей понятны. А потому и играть практически ничего не пришлось. Это главная роль, собственно, вокруг которой все крутится. И мне кажется, что, ну, мне она очень близка. Ну, говорят, что мне подходит. Не знаю, надеюсь, сегодня увидим. Но мне, по крайней мере, очень легко. Я фактически даже не играю. Просто как-то, как будто, собственно, себя. Вот. Ну, легко. По словам режиссера, пьеса «Беспреданница» рассказывает о разной природе любви. Здесь каждый герой относится к этому чувству по-своему. Ну, а высоко ли оценят замысел и воплощение пьесы режиссера Семеновой жюри фестиваля мы узнаем 27 марта. Валентина Титова, Никита Рочин, Мариана Бустрова, КРТВ. Синоптики рекомендовали автовладельцам не менять зимнюю резину на летнюю до начала апреля, сообщил директор гидрометцентра России Роман Вильфанд. Предупреждение связано с тем, что среднесуточная температура в ближайшие две недели не перешагнет через пятиградусную отметку. А при таких условиях летняя резина имеет еще не очень хорошую сцепку с асфальтом, уточнил Вильфанд. Морозная погода, установившаяся в столичном регионе, сохранится до конца этой недели. В течение дня солнечная погода может резко сменяться облачной. Также ожидаются осадки в виде снега. Температура будет ниже нормы на 3-4 градуса. Синоптики обещают нам непогоду. В ближайшие сутки может выпасть до 6 сантиметров снега. Ухудшение ситуации стоит ожидать уже сегодня. В среду в Красногорском районе ожидается 2 градуса мороза, к вечеру до минус 5. На этом у меня все. Интересных тем для сюжетов мы ждем от вас по телефону редакции по электронной почте. С вами была Анастасия Ивстафьева. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!